Когда ребенок садится на горшок и не может сходить по-большому, то мама садится рядом и кряхтит, издает соответствующие звуки «а-а-а», для того, чтобы тот тужился и у него вышло. Вот, собственно, Тони делает эту работу. Поэтому, если тот, кто придет на Тони Робинса, на Ксению, на БМ, они с чем туда пришли, с тем и уйдут. И это норма. К вопросу БМа, они не виноваты, что они творят то, что творят. Они просто пока по-другому не умеют. Но нужно понимать, что Тони Робинс, Ксения, они собирают огромные залы, БМ собирают огромные залы и перелопачивают через себя вот эти тонны человеческой руды. Супер! Это просто шик! Кто-то же должен делать эту работу. Друзья, всем привет! Сегодня выходной день, а я сегодня встречаюсь с бизнес-тренером Владимиром Михайловичем Любаровым. Он приехал в Киев проводить мероприятия, мастер-классы. У меня есть много интересных вопросов к нему. Например, такой вопрос, почему обучение работает для одних людей, не работает для других людей. Вообще, какой сегодня формат образования, обучения самый полезный? И что нужно, чтобы получать максимум результата от всех обучающих мероприятий, на которые мы ходим? Мне кажется, будет очень интересно. Поехали! Владимир Михайлович, я тогда задам вам вопросы. Давайте. Я думаю, что вашим слушателям интереснее узнать побольше о вас. Ну ладно. Хотя я не хочу записывать такое, вы знаете, автобиографичное интервью, потому что у вас оно было, по-моему, и это может быть не так интересно. Конечно. Такой вот у меня вопрос. Я с вами познакомилась года три, наверное, четыре назад. Мы с вами первый раз познакомились на вашем открытом мастер-классе, который проходил в беседнице несколько лет назад. Был такой интересный формат, который меня абсолютно поразил. Когда человек из зала мог задать любой вопрос, вы не только отвечали на него, но еще могли дать такой психологически точный портрет человека, который спрашивает. И, честно говоря, вот этот мастер-класс, он произвел на меня такое глубочайшее впечатление. Я вот с тех пор заинтересовалась вашим контентом. Мне было очень интересно. А почему вы сейчас такого формата не проводите мероприятия? Отказались от них, полностью лишь перешли на онлайн или у вас проходят мастер-классы в таком же формате? Очень хороший вопрос, но сейчас объясню. Мой мир все время… Давайте так. Существуют присущие мне особенности? Существуют особенности, которые с годами меняются. И, собственно, существует та тема, ну или тот способ, с помощью которого мы взаимодействуем. Первое. Моя присущесть. Я не актер. И поэтому я не заучиваю текст, и у меня нет представления о том, что произойдет в последующие 15-20 минут. И я могу работать один и тот же, не знаю, тренинг, тему, а каждый раз выходит по-другому. Так говорят все актеры, и они правы в этом, произнося, допустим, чеховский текст. Потому что каждый раз они туда вчитывают, вкладывают интенсиально, что-то свое привнося и показывая, раскрывая роль вот под таким ракурсом. Очень интересный момент, когда приезжал Евгений Леонов, ныне уже покойный, и был на Тевье Молоченьке на Богдане Ступке. И когда он вышел, а Евгений Леонов играет Тевья Тевля в Москве. И когда он приехал и увидел Тевья Молоченька в исполнении Богдана Ступке, он вышел, потом, ну, пришел в гримерку и говорит, говорит, я на твоем фоне никто. Ну, условно, я боюсь, это не цитата. Он говорит, ну, то, что делаешь ты, это в небесах, то, что делаю я, это ни о чем. Ну, в понимании глубины. Поэтому они произносят один и тот же текст, но просто по-разному вскрывают. Я не актер, у меня и текст все время разный. На одну и ту же тему, и он все время разный. Это был первый момент. Второй момент. Я другой становлюсь, я это по себе вижу. Я не говорю, что я становлюсь лучше. Я так не думаю. Я вообще не думаю, что я очень хороший человек. Мне присваивают какие-то свойства, но я думаю, что это больше говорит о говорящих, чем обо мне. Ну, то есть, если они видят во мне что-то хорошее, это в них есть назначено что-то хорошее. Если они во мне высвечивают эти стороны. И третий момент. Тот, который технологический, который для меня сложный. То есть, я не могу, я не два прихлопа, два притопа. Я не аниматор. То есть, я не мотиватор. То есть, если человеку не надо, то мне не надо тоже. То есть, я завожусь ровно так же, как заводится другой человек. И я не вижу аудитории у меня с этим проблем. Для меня не существует аудитории. Ну, то есть, к примеру, приходит человек и говорит, устроитель, организатор, и говорит, мне нужно провести мероприятие, там, допустим, к примеру, по теме желтых цветков в соседстве с синими. Ну, хорошо. Мы, значит, проводим это мероприятие желтых цветков в соседстве синих. И я выхожу и понимаю, что зал пришел на пионы, розы и гладиолусы. А им вот это вот. И я начинаю, по теме заявлено вот это. И основное количество, допустим, корректировок со стороны устроителей, они говорят, стоп, минуточку, должно было быть желтые цветы в соседстве синих. Какие пионы, какие гладиолусы, какие розы, о чем речь? Я говорю, так, мы должны были говорить о насморке. Я говорю, часть пришла с, не знаю, там, те с инсультом, те с инфарктом, те с диабетом, а те с раком, а те, там, не знаю еще с чем, там, не знаю, с ишемической болезнью сердца. Им всем насморк до одного места. Я просто этим рассказал, этим рассказал, этим рассказал, этим. То есть для меня не существует аудитории. Я вижу каждого отдельно, и для меня это набор отдельных. То есть я могу усреднить и вывести среднее арифметическое, но если я говорю, я говорю совершенно конкретно каждому, несмотря обязательно ему в лицо, но говорю для каждого, потому что его это... То есть это снайперская война, это не фигачить по площадям. И поэтому, когда вы, судя по всему, были на том мероприятии, то, наверное, это наиболее удачный режим, потому что для камеральных небольших коллективов, групп, потому что я говорю каждому отдельно ему нужную штучку, а не вообще для всех, потому что если вообще для всех, ну то... Вот, вот я знаю, как рассказать. Вот вы знаете педагогическую школу, которая условно постсоветская. Мы сейчас не будем вдаваться в педагогические школы, а мы будем вдаваться только в метод. И я пришел, я учитель, вы ученица. Или наоборот, вы учительница, я ученик. Вы пришли и должны рассказать, озвучить тему. Ну и стандартная модель. Подвести итоги прошлого, это называется закрепление, потом рассказать новое, сделать парочку примеров и выдать домашнее задание. Это система работы, учебы у нас. Система и у нас, мы легко сдруживаемся между собой против учителя. Для нас учитель условное лицетворение власти, и поэтому мы легко друг другу помогаем в борьбе против учителя. То есть конфликт учитель-класс, это довольно, ну для нас это наиболее распространенная вещь. Тот другой мир покроен по-другому. Вот сейчас надо не упасть в обморок. Приходит преподаватель, я на полном серьезе говорю, приходит преподаватель, садится за стол, ноги на стол и говорит, слушаю вас, что слушаю нас. Ты учитель? Пришел? Давай тараторь там под доской. Он не-не-не, стоп-стоп-стоп. Вы у нас сегодня там, я не знаю, да пусть будет тема, салфетки сложенные прямоугольным образом. Что вы выучили с точки, какую работу вы дома сделали, подготавливаясь? Вы знали, какая сегодня тема? Петя, Джон, Яхим, что ты выучил по теме сложенных в салфеток, сложенных, значит, квадратным способом или прямоугольным, или треугольным? Они говорят, а мы что, должны были приготовить? Они говорят, ну вообще-то то да. То есть вы должны прийти на урок подготовленными и задать, я тему салфеток знаю, вы нет. Ройте, приходите подготовленными. И когда вы придете и скажете, что-то у меня вот тут рубчик на салфетке не получается. О, копал, рыл, ему надо. Давай, садись, сейчас будем разбираться. А тот говорит, а у меня бахрома берется по левому и верхнему краю. Ух ты, какая интересная задача. Давайте сейчас ее разберем. И тогда на кейсах, то есть у них кейсовая модель, у нас модель, ну условно, англосаксонская модель права или прецедентная. Да, у нас континентальная, стало быть, рамочная. То есть мне должны задать рамку, внутри которой я могу состояться. А там ровно все решается именно вот этими кейсами. И поэтому, когда начали вводить кейсы, народ медленно трусило. Почему? Человек приводит пример, а ему говорят, слушай, я сейчас не понимаю. Вот та тема, которую мы говорим, как желтые с синими цветами связаны с прямоугольной салфеткой. И преподаватель говорит, ну вообще-то напрямую, потому что вот это свидетельствует об этом. Как? И у него нет ответа. У спрашивающего, который говорит, почему? Он пришел неподготовленный. Он пришел в позиции театра. Я сижу, там проходит представление. Я посмотрел представление. И по методу нравится-не нравится, меня... Хотите обхохотаться? Меня когда-то приватбанк просто размазал по этому. Меня пригласили, собрали всех лучших, там из лучших. Там было, сидело 150 человек. Меня привезли в Днепропетровск. Значит, этот начальник обучения, там, какой-то откат просил. Значит, мы вам пришлем столько денег, вытащим часть откатить. Тихий ужас. Неважно. Суть не в этом. И вот, значит, меня вывели под этих людей, там, начальники, как гуру управления. Меня как гуру управления вывели. Я начал рассказывать, о чем идет речь. А у них, ну, меня не предупредили, что я должен быть петрушком. Я должен вызывать позитивную эмоцию. А я заставлял думать. И у меня, ну, там все, у них там стояли пульты, и они должны были реагировать. Я был самым отвратительным, плохим, нехорошим и дурацким человеком. Они деньги не забрали. Откат забрали, но деньги не забрали. Но в том понимании, что, типа, вы нам не понравились, до свидания. Но это одно из моих таких довольно ярких, там их было, там, 2-3, наверное, фиаско. Но это очень классная, яркая фиаско. То есть это вот, это и есть, это было 15 лет назад, 20 лет назад. Но это очень яркий пример, показатель того, что, так, ребята, я пришел, я в теме старший. Я знаю про это больше, чем все вы вместе взятые. Какие у вас есть вопросы? Давайте разбираться. Потому что, когда мы разбираемся с вашим вопросом, то у вас есть шанс сдвинуться с места. А когда я формирую ваше представление о предмете, это значит, что вам предмет не очевиден. Привожу второй пример. Я сидя, я сам открою, я не слышу, вот это моя особенность физическая, я не слышу слов в песнях. Не слышу, я серьезно не слышу. Что-то и неплохо. Может быть. Я музыкальное произведение слышу целиком. Но о чем он там поет, я не понимаю. Ну я какие-то точные слова понимаю, а какие-то не понимаю. Для меня аудирование, ну экзамен там, не знаю, по английскому или испанскому языку, восприятие на слух песни, все это катастрофа. Я на русском этого не понимаю, мой родной русский. Я на украинском этого не понимаю, мой второй родной украинский. Я не понимаю, чего они поют. Я на русском этого не понимаю. Поэтому для меня опера это закрытая часть жизни. Для меня оперетта это закрытая часть жизни. Для меня балет это закрытая часть жизни. Как я ее себе открываю? Я читаю либретто обязательно. До того, как я посещаю филармонию, я обязательно, или там Большой театр, или Маринку, или наш, я обязательно должен прочитать, кто кому Рабинович. Что они там делают на сцене? Кто кому, что должен сказать? И когда я прихожу подготовленный, как студент на восприятие профессорского ответа о том, что это, вот тогда я в теме, и мне легко. Я понимаю хотя бы 70%. Потому что если так, я прихожу, и я могу сказать только вкусовщину, нравится, не нравится. Я не могу сказать, о чем произведение. А когда я прихожу накануне, вложившись в это, все, у меня нет никаких проблем. Я там уже на 70-80% вопрос воспринимаю. Поэтому, когда вы говорите, от кого зависит проведение мероприятия? От устроителя. Устроителя организовывают? Я более покладистого человека, чем я, но вряд ли вы найдете. Я вообще не предъявляю никаких условий, претензий, там еще чего-то. Работаем из той точки, из которой можно сделать работу. Я, кстати, из этого вырос 25 лет назад. Я брался за то, за что другие не брались или отказывались. Вот я примерно сейчас с точки зрения аудиторной работы, я работаю примерно так же. Но мое представление о жизни, оно больше, наверное, вот это условно продвинутое. Когда человек, которому надо, он приходит и говорит, мне надо. Я говорю, я готов потратить какое-то количество времени, чтобы ввести вас в курс дела. Ну, в смысле, чтобы расставить акценты. Вы точно знаете, что буквы вот такие. Я их просто расставлю по порядку алфавита и только. А потом мы начнем складывать слова. Но если вы пришли, а я должен с вами учить вот этот алфавит, вам, пожалуй, наверное, не очень ко мне, потому что я расскажу. Нет, не составляет никакого труда. Ну, то есть я сейчас буду гордыню проявлять. Мол, сколько стоит вырезать аппендицит? 300 долларов. А если профессор вырежет 5 тысяч, вам аппендицит? Идите к нормальному хирургу. Он сделает профессионально. Я не понимаю, зачем человек, который настраивает, не знаю, двигателя на слух, должен монтировать колеса, потому что с балансировкой колес справится любой хороший шиномонтаж. Лучше, кстати, чем вот этот человек, который на слух или на компьютере выстраивает работу двигателя так, что он шепчет. То есть получается, что успех, собственно говоря, обучение зависит от ученика в большей степени. Вы только что, вы умница, вы только что сказали великую фразу всех духовных традиций. На одного хорошего ученика толпы хороших учителей. Потому что я накануне, буквально собираясь сюда, смотрела одно интервью на ютубе, где ребята хейтили бизнес-молодость. Прям вот я приехал, мне сказали, я открою бизнес, мне сказали, я через 2 месяца заработаю 2 миллиона. Но, к сожалению, этого не произошло. И тут вопрос, кто виноват? На самом деле, виноваты оба. Если брак не состоялся, если люди не поладили, виноваты в равной степени оба. Там нельзя сказать, что кто-то виноват. Если не сформированы ожидания, и человек приходит и понимает, что это не его. А окей, не его. Но я вам хочу сказать, у меня вчера состоялся, я сейчас попытаюсь объяснить, я сейчас залезу в тумутараканскую глубину, но она нужна, потому что тогда вам станет понятно интерпретационный рисунок тех слов, которых я говорю. То есть вы поймете источник. Вчера разговариваю с мамой. И она там что-то говорит, она высказывает позитивную оценку по поводу этого, негативную оценку по поводу этого, делимся мнениями. Хорошо. И я говорю, я не разделяю, допустим, твою точку зрения, вот такую или вот такую. А говорит, почему? Я говорю, потому что, понимаешь, с моей точки зрения, описательное представление о человеке, оно у меня немножко другое, чем принято представлять. В основном люди танцуют от внешнего к внутреннему. У меня предположение, что все устроено совсем чуть-чуть по-другому. Мы, через нас течет условно, через каждого, и вот это все, условно, это очень умозрительное описание, энергия. И вот она не имеет пола, она не имеет вкуса, цвета, запаха, вообще ничего. Она вообще нейтральна, она не есть любовь. И вот она течет, и протекая сквозь вас, мы накапливаем, допустим, часть энергии тревожности или часть энергии благодати. И вот я иду, внимание, я иду, и во мне подкатило вот здесь, вот здесь стоит, часть энергии, допустим, тревожности. И я такой, что не так? Ну вот что ли? Вам знакомо это чувство? Вы выходите из дома, вы точняк знаете, что вы что-то забыли. Вы не помните, что? Вы понимаете? Я за зонником возвращалась. Внимание, я так возвращаюсь, я становлюсь перед дверями и так начинаю, так, это взял, это взял, это взял, это взял. Но у меня абсолютно точное знание, я что-то забыл. Что я забыл? Я не помню. Вот это называется пристраивание адреналина, кортизола, тревоги в том, помните фильм Маклаута? Дункан Маклаут. Дункан Маклаут. Вот там абсолютно точно показано. Он стоит в помещении, разговаривает там с каким-то товарищем, потом так, хм! Ну они же там дерутся между собой на этих мячах. Он так, хм! Тут говорит, что? Он говорит, он вошел в помещение. А потом, там идеальное описание. А потом он так поворачивается, начинает сканировать всех людей в этом помещении. Кто? Вот тот? Она? Неужели она? Он? То есть он не знает, он же тоже там с каким-то мячом ходит за спиной. И он говорит, и он его ищет. Вот это ощущение, вот подкатило, подкатил негатив. И человек ищет, во что этот негатив слить. И дальше он назначает, так, неровный стол, кривой цветочек, неровно загнут уголочек у салфеточки. А ну иди сюда и поехали. Ровно такая же обратная ситуация. Я исполнен какой-то благодарности. И я прихожу и говорю, Аннушка, помыть ноги на площади? Пожалуйста. Обниматься, целоваться? Пожалуйста. Хочешь ругаться? Давай. Ну то есть вот настоящая драка хорошая? Давай устроим, никаких проблем. То есть я из благодарности тебе, то есть я пристраиваю благодарность по отношению, то есть я корреспондирую, направляю благодарность по отношению к тем людям, которые мне улыбаются, которые мне дороги и которыми я дорожу. То есть о чем идет речь? Получается, что та энергетика, которая из меня течет, она, ей вообще плевать на кого течь. Я назначаю структурой либидо приоритетом. То есть я устанавливаю, я говорю так. Андрей поросенок, не знаю, не поглажен у него шнурок. И я тревожность погружаю в его шнурок. И говорю, а вот у Аннушки идеальный, вот мне такой маникюр очень нравится. И беру благодарность, помещаю в этот. Но я могу сделать наоборот. Я могу сказать, левый уголочек заднего ногтя 45-й ноги или руки плохо сделан. А у Андрея-то великолепно размещен пояс брючной или хорошо поглажена рубашка. То есть о чем идет речка? Теперь я декомпозирую ту ситуацию, которую вы сказали. Пришел какой-то чувак, которому не... Вы сказали, хейтер, да? Ему не во что пристроить свой негатив. Он мог пристроить негатив в свою девушку, с которой они там повздорили. В компанию БМ. Чтобы знать, кто это. Ну, неважно. Они, наверное, большие рок-н-ролльщики. Ну, в смысле... Ну, так и есть. Два притопа, два прихлопа. Все нормально, так и должно быть. Еще раз, так и должно быть. Одно время стадионы собирал Абба, потом собирал БНЕМ. Сейчас Тони Роббинс. Потом Тони Роббинс. Тони Роббинс это современный Майкл Джексон. Все нормально, все хорошо. Вы знаете, что он должен был приехать второй раз в Москву. И отменили его приезд, потому что очень много было негатива за первый его приезд. И многие сказали, что это туфта. Нет, нет, еще раз. Не важно, туфта. На самом деле, не туфта. Не туфта. На песнях Майкла Джексона выросло целое поколение. Фильмы Майкла Джексона показали, кем он был. Правда. А вы верите в этот фильм? Правда. Это или не правда, да. Это похоже на... Еще раз. Что значит верю? Если реконструировать с точки зрения клинической картины, да, это очень похоже на правдивую клиническую картину. Но меня не интересует его преступление или его грехопадение. Я не вправе давать ему оценку. Но с точки зрения писательного ряда, я же даже фильма не смотрел. Мне не нужно. Я понимаю, там факты собраны. Так я человек посмотрел. Эту грязь я смотреть не хочу. Это грязь. Но человек, который мне декомпозировал, что было, как было организовано, то описание чувств людей и переживаемых событий, это очень реалистичная вещь. То есть это величие художника, поэта, драматурга не в том, что он выдумывает, а в том, что он пишет так близко к реальности, что это легко узнаваемо, и поэтому все узнают в этом себя. И поэтому, когда вот там есть описание, то, скорее всего, так и было. Возвращаемся к разговору о хейтере, который говорит о БМе. Неважно, что делает БМе, это не играет никакой практической роли. Для человека, который пытается, он не попал в его ожидания. Окей. Но не было потребности попадать в его ожидания. То, что, там, не знаю, польза БМа, в том числе, заключается в том, что они перелопачивают через себя такое огромное количество шлака, сепарируя на людей, которые... То есть у них эффективность... Я не знаю, ну, установки град. Это называется огонь неизбирательного действия. Они шаражат площадями. И это великое счастье, что они это делают. Причина. Вот эту мусорную, тяжелую... И Тони Роббинс это же делает. Тяжелую мусорную работу и премия за риск, премия за выжигание себя. Ну, потому что, собственно, нездоров ни тот, ни те. Ну, вы сказали, что виноваты оба. Еще раз говорю. Он нездоров. И в этом нет ничего дурного. Потому что, испражняясь своими откровениями великими, ну, гуря, он профилактирует огромное количество людей. Когда ребенок садится на горшок и не может сходить по-большому, то мама садится рядом и кряхтит, и сдает соответствующие звуки «а-а-а», для того, чтобы тот тужился, и у него вышло... Вот, собственно, Тони делает эту работу. И делает ее супер-супер хорошо. Но если бы на эту работу наняли бы, ну, я не знаю, кого-нибудь, кому не свойственно, значит, рок-н-роллить, то он бы завалил эту работу на втором бы концерте. Потому что, собственно, это не тренинг, это концерт. И это хороший концерт. Я серьезно говорю, это хороший концерт. Это целая, ну, что, традиция. Вы были на таких мероприятиях? У вас нет... Когда-то, да. Ну, конечно, я видел это все. Вот у нас буквально на этих выходных будет мероприятие, приедет Ксения Собчак. Ну. И тоже будет такой, как так называемый, фитнес для мозга. Ну, ладно, хорошо. Это тоже с такой же целью, да, вот эти все мероприятия? Конечно. То есть просто качать толпу? Ну, и зарабатывать на этом деньги, ну, да. Это еще раз. Кольза реальная есть от таких мероприятий? Конечно, конечно. Вне всякого сомнения. И для Ксении, и для людей, пришедших на нее, есть. Те, которые исполнены хейтерством, у них будет повод побросаться, значит, в нее какашками. Супер. Они пришли по месту. Те, которые пришли что-то увидеть и взять, стырить какие-то приемы, окей, они тоже будут удел. И те, которые услышат в ее речи какую-то форму отношения, которая позволяет ей быть светской дамой и не выгорать такое огромное количество лет, по-моему, ну, то есть быть относительно тефлоновой, ну, по-моему, все очень хорошо. Будут... Все оправдают свои ожидания. Все, кто пришли. Те, которые пришли разочароваться, уйдут разочарованные. Те, которые пришли взять что-то полезное, уйдут с какой-то пользой. Те, которые пришли поржакать, значит, тоже ушли счастливы. Все ушли при том, с чем они пришли. К Ксении это не имеет никакого отношения. Но сам факт встречи в одной аудитории Ксении, которая ушла с деньгами, и люди, которые ушли с теми эмоциями, с которыми они туда пришли, очень редко, когда... Я могу сказать так. Я был на... Вот... Четыре дня назад на народной артистке Украины в театре моноспектакль, тра-ля-ля. Я пришел, первые два кадра, все, мне тут все понятно, не о чем. Ну, в смысле, я досидел из уважения, ну, в смысле, оно одноактное. Я бы ушел в этом, но одноактное, маленькая, малая сцена. Ну, что делать? Потом пошел на... Я не буду озвучивать фамилию. Потом пошел на другую народную СССР, на дуроговцев. Меня просто порвало. Я шел, не ожидая встретить ничего хорошего. Ну, то есть... Мне сказали, значит, мы идем. Мы идем. Я вышел с Адыроговцевой. Я как будто побывал, не знаю, на Машкове, на... Не знаю, ну, на Алене Бабенко, на Чулпан Хаматовой. То есть... Это просто какой-то... Она живая. Это чистый родник. Она просто супер. Ну, то есть, вот... Ну, то есть, ты выходишь, а все дрожит и дышит, и слышно. А потом я был на третьем спектакле, во Франка, на моно... Снова на малой сцене, на моноспектакле. Ну, хорошо, окей. Хорошо. Сказать, что... Ну, не Роллс-Ройс. Да? То есть, если... А дороговцева тут без вопросов, Роллс-Ройс. Ну, хорошо, такой навороченный Опель. Ну, хорошо. Пусть будет. Тоже хорошо. То есть, я к чему? Вы можете кушать изысканную еду, можете кушать обычную еду. Ну, и ту, и ту, и да. И здесь уже вопрос вас, с чем вы туда пришли. Поэтому, если тот, кто придет там на Тони Робинса, на Ксению, на БМ, они с чем туда пришли, с тем и уйдут. И это норма. Но никакого эффекта с точки зрения... Эффект получат только те, кто пришли в достаточной степени зрелости и для кого это сработает как триггер. Нужен был последний толчок. Ну, да, он может состояться на этом мероприятии. Это очень хорошо. Поэтому посещать подобные мероприятия лучше, чем их не посещать. Почему? Потому что рано или поздно вы выберете своих условных спикеров левополушарных или правополушарных, да? Ну, то есть два притопа, два прихлопа, эмоциональная вот эта возня. К вопросу БМа. Они не виноваты, что они творят то, что творят. Они просто пока по-другому не умеют. Когда они сумеют по-другому, тогда вот этот массовый формат умрет. Денег у них меньше не станет. Работать они не будут супер. Но уйдет вот эта вот тусовка. Никому не нужно. Не надо будет. Дебит жилы будет максимальный. Приведу пример. Золото в мире вырабатывает, по-моему, по-моему, только 90%. Канадская компания какая-то. Я не помню, какая. Она заходила на золотой рудник в Болгарии и подписала контракт с болгарским правительством. Это мне болгары рассказывают. О том, что они получат, болгарское правительство получит, ну, Болгария получит, к примеру, 15% или 30%. Ну, что такое. Золото. Уже золото. А там 80% или 70% получит вот эта канадская компания и вывезет. Ну, да будет. То есть государство дает только концессию. Говорит, вот жило, работайте. Ну, то есть природу не убивать, то не делать, это не делать. Они все это делают. Все экологические правила они соблюдают. В контракте есть маленькая особенность. Все побочные, все сопутствующие металлы являются собственностью канадской компании. Так вот, сопутствующие металлы, коих там примерно 18, редкоземы, они стоят дороже, чем весь объем золота, который добудет канадская компания. Такой хитрый маневр. Абсолютно точно. Понимаете, да? Это вот это, это вот это. И поэтому, когда люди перелопачивают сквозь себя через жабры, вот это бесконечное... Подождите, вы устричку любите? Ну, мидию. Ну, мидию, да. Госпожу улиточку. Не пробовала. Не знаю, давайте, кого еще вспомним. Рака, лобстера. Можно. Минуточку. Вы еще догадываетесь, чем они питаются? Ну, планктоном. Какой планктон? Это губки. Это губки. Они чистят вам грязную морскую или речную воду и очищают от всего остального. А вы потом вот это едите. Да, их мясо полезное, вкусное, все дела. Но нужно понимать, что Тони Робинс, там, Ксения, они собирают огромные залы, БМ, собирают огромные залы и перелопачивают через себя вот эти тонны человеческой руды. Супер, это просто шик. Кто-то же должен делать эту работу. Собирать мусор со всего города, свозить, значит, сепарировать его, значит, раскладывать в разные эти и утилизировать. Ну, вот они это делают. Это великое счастье, что расплодилось огромное людей, количество людей, подражающее им. Почему? Ну, потому что глубина сепарации, а вы потом едите. Вот устрица, условная там, такие устрицы, такие устрицы. Окей, значит, это устрица, она всю грязь, которая в море была, она в себя собрала. Вы ее потом съели. Но равно так же устроена наша желчевыводящая система. Мы все яды собрали, нейтрализовали, превратили в желчь, а желчь потом помогает нам. Ну, из вот этих мероприятий кто устрица? Тут выстреливает? Ксения. Ксения? Ксения, Тони, конечно. И поэтому они настолько изысканы. БМ, конечно. Вам может не нравятся те мидии, которые там, они попадают, ну, окей, это вкусовщина. Но они делают большую, действительно большую работу, собирая людей в стадионы. Кто еще будет это делать? и да, процент выхода, ну, процент индивидуально работающих колеблется, ну, позитива, имеется в виду, выхода на позитив. От 60 в среднем, в зависимости от традиции, которой придерживается специалист, до 96, 8, вот где-то так. У них процент выхода позитива, ну, 4%, ну, 0,2%. Ну, это такой тип рынка, это масс-маркеты, поэтому нужно перелопачивать через себя дебет породы такой, что, ну, надо перелопачивать через себя огромное количество людей, чтобы собрать вот этот вот там мешочек золота самородков, который они там отбирают, денег, которые они забирают. Но если брать количество денег, которое они зарабатывают индивидуалы и зарабатывают вот эти вот стадионники, примерно одинаковые деньги. А вы смотрите канал Ксении на ютубе? Нет. Я смотрю того, кого она интервьюирует. Мне больше интересен тот, кто с ней, чем она. То есть у нее есть интересные собеседники, которые мне интересны. И, допустим, к примеру, там Познер вскрыл, вскрыл, да, это термин интервьюерский, вскрыл этого человека. Ксения вскрыла, потом кто там этот молодой парень, Дудь, вот симпатюшка. Умничка. Вот тоже со своим набором тоже дырок там. У вас есть интервью, которое вам особенно понравилось? Качье? Дудя, например. Я не все видел. Я опять же, я в Дуде тоже смотрю, только тот. Мне интересен тот. Хорошо, я по-другому опишу. Вот это, это пришедший человек. Вот это, это зеркало Дудь. Вот это, это зеркало Познер, а вот это, это зеркало Собчак. Мне вот этот человек интересен. Я смотрю, в Дуде он отразился так, вот здесь он отразился, в Познере он отразился так, а в Собчак он отразился так. Мне неинтересен, неинтересно ни Собчак, ни Познер, ни Дудь. Лично. Неинтересно. Есть такое, которое запомнилось? Вот вы прямо увидели его с другой стороны, человека, которого... Они все по-своему. Этот, этот пока проявил его с точки зрения там, допустим, отношения, например, к звездам. Этот к пещерам, а она к морским глубинам. Этот человек многогранен. Вот его глубина... Хорошо, я по-другому скажу. Меня в своей искренности просто, просто вот у меня душенька пела. Это уровень Валерия Васильевича Лобановского только в фигурном катании. Этери Тутберидзе. Брал интервью Познер, Владимир Владимирович, и меня порвало. Но не он, а она. Ее абсолютная искренность, чистота, она... Ну, вот Лобановский и все. Лобановский в лучшие годы. Хотя у Лобановского не было плохих лет, наверное. Я видела информацию на дожде, что было интервью с ее ученицами, которые рассказывали, почему они от нее ушли. Не важно. Но я не видела. Еще раз, не важно. Вот важный момент, что мы даем описательную характеристику. Вот услышьте, мы с вами накануне... Вы меня расковыряли с хорошей точки зрения. И я попытался объяснить, о чем идет речь. Вот в тех ученицах копился негатив. Если Этери не сумела отдренировать этот негатив, этот психический гной, это проблема Этери. Без вопросов. Но накопившийся гной связан с тем, с кем они связали. Они могли эти ушедшие ученицы могли связать. Музыка им не та. Лед куплен не такой. Ну, в смысле, или не в то время для тренировок. Там еще что-то. В общем, поверьте мне, человек, который хочет пить, не имеет претензий к форме сосуда. Ну, то есть, подали ему в таком стакане или в таком фужере. Ой, я вас умоляю, если вы хотите пить, вы будете пить из бутылки. Нет, не составляет никакой проблемы. Поэтому когда вот тот человек говорит об Этери, то это тот человек говорит о себе. И я понимаю, что, ну, собственно, если бы там была Тарасова, я просто не знаю, кто там, вот эти два мальчика симпатичных, один такой с длинными волосами, черными там, с усами, тоже тренер по фигурному катанию, и второй, значит, я не помню. Я тоже не знаю вообще. Неважно. Они могли говорить так, о нем, об этом, об этом, о любой школе и о любом человеке. Я вам могу сказать, что если о вас нет негатива, значит, вы ничего не делаете. Я боюсь, что вы, может быть, вы что-то и делаете, но вы себя точно ничего не представляете. Поэтому мы так или иначе заступаем на территории других людей своими взглядами. И если люди ершатся и говорят, ну, обжигает, ну, окей, хорошо. Хороший мастер всегда обжигает. Неважно в чем. Хорошо. Еще раз, вы идете, стоп, вы идете мимо, не знаю, пусть будет Тиффани или Каррера и Каррера, проходите мимо и на витрине обожгло. Вот это оно и есть. То есть вы увидели произведение, от которого вы не смогли оторвать взгляд. Вот вся остальная витрина неинтересная, а вот это кольцо или вот это брошь или вот это, вот эти серьги, они произвели на нас настолько неизгладимое впечатление, вы поняли, ай-яй-яй, как же он понимает, тот, который создавал, как же он понимает этот мир. Вот поросенок какой хороший. Или увидели эту пьесу, или увидели эту, там, не знаю, что, картину. Это вот это. Если не обожгло, оно вам пользы не принесет. Владимир Михайлович, у вас было вот буквально там какое-то время назад, у вас был такой эфир один душесчипательный. Вы рассказывали о каком-то таком серьезном инсайте, который с вами произошел. все банально. Вот. Я очень впечатлилась. У меня почему-то вот этот ваш такой достаточно искренний рассказ о себе, о своих каких-то переживаниях, он меня просто задел. А у меня возник вопрос, что вообще произошло? Ничего страшного, там банальная вещь, я себя загнал просто. Физически. ну то есть у меня... Вы заболели тогда? Да. Врачи не поставили, я уехал в больницу, врачи не поставили ни одного диагноза, вообще не было диагноза. Нечего ставить. Потом я, когда я уже реконструировал в обратную сторону все симптомы, у меня было 85, это синдром хронической усталости, примерно, 85 процентов, 10 процентов, это пассивная депрессия и примерно 5 процентов активная депрессия. Но, в общем, я себе заездил. И все, что не надо было сделать, я сделал все, как не надо было сделать. У меня копились симптомы. Я, там, три месяца болела голова. Я как-то там пытался... Я... Я, я вообще не по наркотикам. В этот момент я в той стране, где я живу, трава легальная. Я пошел... Я купил, накупил, там, два вида травы. Психоактивная и релаксирующая. Я купил, там, несколько видов релаксирующей травы, покурил. Первый раз в жизни, там, 51 год, я первый раз в жизни покурил траву. Не мое. Неинтересно. Ну, в смысле, она, держит 30-40 минуты. Не вкусняво. Почему? Оно не решало вопрос. Потом у меня начали накапливаться симптомы, связанные с тем, что я не могу заснуть. Потом я не могу... То есть, сон меня не восстанавливает. Это все симптомы накапливающегося, значит, синдрома хронической усталости. Потом... Это все на фоне. Я хожу, у меня достаточная газообмен, ну, имеется в виду кислородного голодания нет, там, спорт, все... Это все на этом фоне. Потом у меня сон не восстанавливает. Я обратился... Я когда-то пил, там, 15 лет не пью. Я обратился к алкоголю с точки зрения засыпания. Ну, то есть, для того, чтобы... Алкоголь... Это форма алкоголя, алкоголь так работает. Он решил вопрос с засыпанием, но он сократил объем сна вдвое. И получилось, что... А после этого я еще пошел в горы. Я надеялся, что я психический стресс выбью мышечным. Ну, то есть, пропотею, просифонит меня, провеет, и я, значит, мне станет легче. Я... Ровно этого и не надо было сделать. Я ударил по тормозам и пошел в горы. Собственно, я спустился с гор, и меня, собственно, порвало уже окончательно. Порвало, и для меня было удивительным ощущением, что оказывается, моя жизнь в понимании... То есть, оказывается, состояние безмыслия, не медитативное может иметь, грубо говоря, биохимическую основу, при которой я нормальный, я все вижу, я все слышу, мыслей нет вообще нигде. То есть, смысл в чем? Я думать не мог. То есть, я пытаюсь думать, а у меня не получается. Я очень выздоравливал, выздоравливаю, меня очень хорошо лечит, Булгаков. Я обратился к работам Булгакова, не помогая. Ну, то есть, если раньше оно помогало, я беру там белую гвардию, там собачье сердце, мастер эморгенита, не берет. Ну, в смысле, если раньше я, оно мне и выдохнул, а тут не берет. Ну, и потом оно медленно ударил по торм, ну, в смысле, отпустил ситуацию, ну, где-то за две недели выбрался. Но, я совершенно четко, то есть, что произошло? Произошло изменение моих, то, как я индексирую пространство вокруг себя. То есть, у меня полностью сбились там, мои ориентиры, и они изменились. И, с этого, вот, примерно с того момента я понимаю, что я перебрался в какое-то новое состояние, какое я еще пока... Я не могу дать ему ответ. Но, я стал еще добрее, почему-то, меньше раздражительный. Ну, если, нет, присущая там вот такая норма раздражительности, теперь ее стало еще меньше. Я, как придурочный, больше улыбаюсь. Ну, не знаю, ну, и, у меня нет совершенно вот этого вот, не то, что нет, его стало значительно меньше, ощущение, что я должен куда-то успеть. То есть, я уже, судя по всему, я в большую часть вещей, я уже, где надо, я уже успел. И, это не отменяет того факта, что, я работаю, там, мне нравится продавать, я балдею от, от умных, красивых глаз, ну, меня рвет изнутри от этого, у меня птицы в душе поют. Я, меня птицы в душе поют, когда я вижу, как меняются клиенты. Я понимаю, что я очень мало стою в этой трансформации, но, уже сам факт, что я про кукарекала, солнце встало, ну, кому-то кажется, что от его кукарекания в солнце встает. все обошлось, и все хорошо. Ну, в общем, да. А то, но так даже я немножко испугалась, не-не-не, так само, так само, что, как Владимир Михайлович, кровь слили, все в норме, все параметры в норме, пульс 57, это мой там, 54-57, это мой рабочий пульс, в состояние покоя. Пульс нормальный, давление нормальное, там, все нормально, ну, как бы, ну, все работает, и все стучит, а жизни нет. Она не пресная, но есть не хочется, пить не хочется, работать не могу, клиенту прикоснуться не могу, потому что я, как бы, силюсь совершить, как вот, вот, скажем так, намерения пропали. Я не формулировал вообще никаких желаний, никаких идей, и это не апатия, как апатия, как депрессия, это не депрессия, а это, это состояние равнодушия, которое не пугает. То есть оно так, оба прикольно, ну, ладно. Вот такое. Ну, наверное, какой-то, может быть, новый старт у вас. Возможно, это надо посмотреть в динамике, ну, в смысле, посмотреть, куда оно приведет. Хорошо, тогда мы на этой позитивной ноте будем заканчивать, и остальные вопросы, если у нас получится, мы рассмотрим в следующих наших интервью с Владимиром Михайловичем. Так что... До встречи. Пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова